МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восемь вечера. Время подвести итоги информационного дня. Вы смотрите Интер. Я Алексей Фадеев. И вот некоторые темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Налоговое бремя. Когда нардепы смогут договориться об окончательном варианте бюджета? Сбежавший шофер. Автомобиль бывшего мэра Амельченко совершил кровавое ДТП и скрылся с места происшествия. В лежачем положении. Почему слушания по делу Игоря Масичука снова не состоялись? Итак, авария со многими неизвестными. Накануне вечером на столичном шоссе в Киеве машина, зарегистрированная на имя экс-мэра столицы Александра Амельченко, сбила женщину. Как все произошло? Что с пострадавшей? Кто именно виновен в ДТП? Выясняла Анна Каменева. Авария произошла на этом участке столичного шоссе. По словам очевидцев, женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбила машина. Автомобиль с места аварии скрылся. Мимо проезжала машина скорой, одной из частных клиник с тяжелым пациентом. Медики остановились, оказали первую помощь женщине и вызвали своих муниципальных коллег и милицию, рассказывают очевидцы. Говорят, женщина не местная. Ну мы услышали хлопок. Я вышел, лежала женщина. Вот и машины стояли. Как раз водитель уехал. Я его не видел, этого водителя. Человека на 20 метров отбросило. Это джип был, так что он бьет сильно. Ну скорость там больше ста была. С тех пор, как здесь построилась Кончазаспа, Казын, Золотые ворота, здесь дорогу перекинулись. Они просто не останавливались. Раньше здесь был более-менее порядок. Вот здесь стоял мельзонер. Значит, через километр назад, я знаю точно, всегда стояла милиция с фарой. Народ уже не разгонялся. А сейчас никого нет. Здесь надо вернуть милицию, поставить КП. А вообще надо поставить, я говорил, светофоры. Сейчас пострадавшая в коме, в отделении реанимации. Документов у нее при себе не было. Личность до сих пор не установлена. Диагностуется и черепно-мозковая травма, травма кинцевок, травма органов грудной клетки. За ней дыхает аппарат штучной вентиляции. И она живет благодаря тому, что используются препараты, которые поддерживают работу сердца. Спустя полчаса после аварии автомобиль все же вернулся на место ДТП. Оказалось, машина принадлежит депутату Киевсовета, бывшему городскому голове столицы, Александру Амельченко. Но за рулем был его водитель. По крайней мере, так он сам утверждает. Говорит, уехал, потому что испугался. Встановлено, что за храмом перебывал киянин 1954 года народжения. Человека затримали, сейчас и с ним працуют следы. За фактом автопрогода распечатал криминальное проведение за ст. 286, то есть порушение правил безопасности дорожного движения. Водителю грозит до 8 лет тюрьмы, хотя некоторые свидетели аварии уверены, за рулем находился сам Амельченко. Так ли это мы хотели спросить у самого бывшего мэра Киева, но на звонки он не отвечает. Не пришел сегодня и на согласительный совет в Киевгорадминистрацию, где как глава фракции присутствовал всегда. Он подзвонил и попросил меня прийти на фракцию вместо него. А он в лекарне, вы не знаете? Не знаю. Он сказал, что я занимаюсь лекарнями. Единая ответственность была. Возможно, завтра Амельченко появится на заседании Киевсовета. Это не первая авария, в которой фигурирует бывший мэр Киева. Почти на этом же месте, всего в 200 метрах отсюда, на пешеходном переходе, 6 лет назад, он сбил насмерть мужчину. Спустя год Амельченко оправдали. А два года назад джип бывшего градоначальника возле метро «Арсенальная» вылетел на встречную и врезался в забор. После беседы милиция Амельченко отпустила. Ну а чем закончится это расследование, покажет время. Анна Каменева, Алексей Шматов, подробности телеканал Интер. И буквально перед началом выпуска появилась информация, что личность пострадавшей женщины установлена. В больнице ее фамилию не называют, но одно из изданий утверждает. Это 31-летняя львовянка Татьяна Макетенко. Она вместе с гражданским мужем и пятилетней дочкой снимала жилье в этом районе. Работала неподалеку от места аварии на центральном авторынке. К другим новостям. Бюджетные переговоры на стадии переговоров. За 4 дня заседания рабочей группы, нардепы и Кабмин нашли компромисс только по трем вопросам. Вроде бы договорились снизить налог на зарплату, оставить упрощенку для малого бизнеса и не забирать деньги у регионов. На этом все. При том, что на принятие сметы всего неделя, а налоговых требований у каждой из фракций с десяток. Что еще предстоит обсуждать, знает Екатерина Лысенко. И день, и ночь, как уверяют депутаты, они трудятся над бюджетом. В четверга рабочая группа заседала, чтобы исправить документы, которые внес Кабмин. Но окончательного варианта налоговых изменений пока нет. Избранники предлагают всю текущую неделю посвятить исключительно смете страны, забыв на время о других законах. Я пропоную всі решта законопроектів зняти з розлиду цього тижня, бо через слабу підготовку документів урядом ми маємо щонайменше 12 законів, до яких, що формують податковий бюджетний процес, до яких, на жаль, є дуже-дуже багато питань. Потрібно зменшувати податки на прибуток, потрібно зменшувати податки на реальний сектор економіки. Єдине, що може врятувати нашу економіку, це зменшення податки, а також зменшення кредитної ставки, яка сьогодні є 22% і практично не дає можливості розвиватись реальному сектору. Тому ми будемо проти цих змін. Наша команда наполягає, перше, це зберігти спрощену систему оподаткування для малого бізнесу. Друге, зберігти пільгову систему оподаткування для аграрії. Третє, не на копійку не підвищити податковий тиск на підприємці всіх рівнів і всіх напрямків роботи. І тільки в прапрем'єрській фракції виступають за бюджет любой ціною. Дуже цікаві заяви, що все пропало, нас вливають, але все як звичайно, зрада. Якщо хтось хоче долар по 70, то діхай далі так виступає. Ми зобов'язані прийняти бюджет. Спікер уверяє, якщо потрібно буде, і каникулы відменять, але тут же добавляє, все б уже приняли, якби в правительстві не затянулися з представлением смету. Ми достатньо пізно отримали в український парламент проєкт бюджету на 2016 рік, а саме 11 грудня. Ми відповідально до цього ставимося і розуміємо, що ми обмежені в часі, тому сьогодні всі налаштовані на максимально якісну роботу, але я хочу підкреслити, що надіюсь, що це буде останній рік, коли так пізно вносяться фундаментальні документи до українського парламенту. А параллельно депутати предлагають оцініть роботу правительства. І прежде, чем принимать бюджет, хотят проголосувати постановлення, тем самым наглядно показати кабмину, наскільки йому довіряють. Місцеві раді приймають рішення про недовір і роботу уряду за рік, парламент не може мовчати. А тут іде політична гра, кулуарні домовленості. І треба дати можливість депутатам показати свою позицію до роботи уряду за цей рік. Впрочем, завтра першим делом депутати будуть голосувати постановлення об особом порядке рассмотрення бюджетних вопросів. Тобто, зіпределять, скільки днів їм понадобиться, щоб договориться о налогах і наскільки придеться сокращать каникулы. Екатерина Лысенко, Владимир Самченко. Подробності телеканал Интер. Негодують по поводу бюджета і в Міде. Наші внішній політики не додали примерно треті от необхідимого. Главний дипломат України Павел Климкин в твіттері написал, а вас устроить 67% санкції проти России, 67% безвизового режима, 67% зоны свободной торговли с ЕС, 67% работы в софтбезі, і 67% продвиження України в мире. Нас це не устроить. Конец цитаты. Ситуация с бюджетом беспокоит і НБУ. Причем не стільки цифрой, скільки нерасторопність нардепів. На кону финансовая і економічна стабільність країни, считає глава Нацбанка Валерія Гонтарева. В своєм заявлений она напоминає, главна смета ДОЛЖНА БЫТЬ СОГЛАСОВАНА С МВФ. ТОЛЬКО В ЭТОМ СЛУЧАЕ УКРАИНА СМОЖЕТ ІЗБЕЖАТЬ РИСКОВ, СОХРАНИТЬ ЦЕНОВЮ СТАБИЛЬНОСТЬ І ПРОДОЛЖИТЬ СОТРУДНИЧЕСТВА С ФОНДАМ. Речі йдет о 5 млрд. доларах. І напомнім, раніе в МВФ пригрозили. Якщо Київ примет несогласований с ними документ, Программа СОТРУДНИЧЕСТВА БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНА. СТАБИЛЬНО В МИНУС. В НОЯБРЕ, КАК И В ОКТЕБРЕ, ПАДЕНИЕ ПРОМПРОИЗВОДСТВА В УКРАИНЕ СОСТАВИЛО ПОЧТИ 5 ПРОЦЕНТОВ ПО СРАВНЕНИЮ С ТЕМ ЖЕ ПЕРИОДОМ ПРОШЛОГОГОГОДА. ЭТО ДАННЫЕ ГОССТАТО. В ЦЕЛОМ ЖЕ ЗА ГОД ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛЫМ СНИЗИЛОСЬ НА 14 ПРОЦЕНТОВ. ЛИДИРУЕТ В АНТИРЕЙТИНГЕ ДОБЫВАЮЩАЯ, ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ, ПИЩЕВАЯ И ЛЁГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. РОССИЯ ВВОДИТ ЭМБАРГО ПРОТИВ УКРАИНЫ. ГРАНИЦЫ ДЛЯ УКРАИНСКОГО ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ЗАКРОЕТ УЖЕ С 1 ЯНВАРЯ. ПОДРОБНОСТИ УЗНАЕМ У ДАНИЛА РУССАКОВА. МОСКВА ВОДИТ ЭМБАРГО НА СЕЛЬХОЗТОВАРЫ, СЫРЬЁ И ПРОДУКТЫ ИЗ УКРАИНЫ. ОГРАНИЧЕНИЯ ВСТУПИТ В СИЛУ УЖЕ С 1 ЯНВАРЯ. СЕГОДНЯ ПОД ДОКУМЕНТОМ ПОСТАВИЛ ПОДПИСЬ ПРЕМЬЕР МИНИСТР РОССИИ. НА УКРАИНУ БУДУТ РАСПРОСТРАНЕННЫ ОТВЕТНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРЫ В СВЯЗИ С ЕЁ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ К АНТИРОССИЙСКИМ САНКЦИЯМ ЕВРОСОЮЗА И СОЕДНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ. НО ПОМИМО ТАК НАЗЫВАЕМОГО РЕЖИМА КОНТРСАНКЦИЙ, В СИЛУ ВСТУПАЕТ И НОВЫЕ ТРЕБОВАНИ. ОНИ ТАКИЕ ЖЕ, КАК И К ТОВАРАМ С ШЕНГЕНСКОЙ ЗОНЫ. Это означает в первую очередь изменение таможенных тарифов. Их обещают поднять. Впрочем, товарооборот в последнее время и так неуклонно снижался. Вот график его изменений от агентства РБК. Данные по итогам 9 месяцев 2015-го. По сравнению с прошлым годом он сократился почти вдвое. В Киеве на ограничения Москвы уже отреагировали. В Минюсте назвали действия юридически необоснованными. Своё отношение выразили и другие официальные лица. Вместе с тем, что мы про что договорились, в конце, за полгода, за годину до конца перемоги, российская сторона вставала и выдавала совсем другую пропозицию, которая не была ни с кем погоджена. То есть у нас объективно достаточно проблематичных вещей. Для нас я не называю это провалом. Провал это то, когда ты чего-то не ожидаешь, або становится то, что ты не прагнул. Мы прекрасно понимали с самого начала, и вы знаете, уряд был готов и до того, что Российская Федерация тем або и другим образом припинить угоду нашего ЗВТ СНД о Украине. Поэтому мы и прораховывали сбытики, и работали с экспортерами. Для того, чтобы каким-то образом уже найти новые рынки для них. В украинском правительстве ранее оценивали потери от введения России эмбарго в 600 миллионов долларов. Но президент Порошенко уверен, соглашение об ассоциации зоне свободной торговли с ЕС компенсирует все потери. Данил Русаков, Олег Неведомский, Московское бюро, телеканала Интер. Финальный раунд трехсторонних переговоров Украины и ЕС-Россия завершился в Брюсселе. Эту встречу не планировали, но ее пришлось провести после намерения Москвы ввести санкции в отношении Украины. Консультации начались в 11 утра по Киеву, и сколько они продлятся, не мог спрогнозировать никто. В предыдущий раз все закончилось через час. Но сегодня глава украинского МИДа Павел Климкин и министр экономии и развития России Улюкаевы комиссар ЕС Сесилия Мальстрим общались до шести вечера. Первыми из зданий Еврокомиссии вышли представители российской страны, как обычно. Вы довольны переговорами? Спасибо. Павел Климкин говорит, год совещаний впустую, и сегодняшнее не стало исключением. Переговоры, они отличались даже под предыдущих. Я уже сказал, что они были значительно сюрреалистичными, оскільки происходило на фоне известного указа президента России. И сегодня премьер-министр России, как раз посередине переговоров, выдав указ про заборону экспорта до России и столько господарской продукции, чем, как на меня, не знаю, дипломатично использовать это слово, но безпосередньо подставил российскую делегацию. Еще одно решение ЕС – это продление санкций в отношении России на полгода. Вопрос даже не обсуждался. Решение напрямую связано с выполнением минских соглашений. МИД России назвал это попытками наказания для Москвы. София Горденко, Василий Трушковский. Подробности с телеканал Интер Брюссель. И вот только что стало известно. Министр эконом-развития России заявил, что трехсторонние переговоры продолжатся после 1 января, но на новых условиях, учитывая изменившиеся отношения Украины с ЕС и Россией. Далее новости с Востока. Провокационные обстрелы со стороны боевиков сменили часовые бои. На Донецком направлении зафиксировано передвижение вражеской тяжелой артиллерии. После таких обстрелов на подконтрольную Украине территорию пытаются проникнуть диверсионные группы противника. Идут через буферные села. Подробнее Ирина Баглай. От края Катериновки до Попасной всего каких-то 5 километров. Местные мечтают, чтобы открыли вот эту дорогу, но она до сих пор простреливается со стороны оккупированного Первого Майска. А вот по этой тропинке могут ходить только военные. Тут до сих пор находят растяжки боевиков. Каждый выход в серую Катериновку для наших солдат – спецоперация. Согласно минским договоренностям, в буферных селах не должны базироваться ни военные, ни бандгруппировки. Это на бумаге. А на самом деле каждый из этих заброшенных домов таит в себе опасность. Здесь ныкаются, здесь проходят мелкие диверсионные группы. Отсюда постоянно исходит угроза. Да, угрозы. Ну и плюс плохое место для мирных жителей. Горе. Это, как вы не скажете, террадона. В 1941 году, я вам скажу, рассказывала мать, ось фронт был. Там немцы стояли, а на Первомайке русские стояли. Советская армия стояла. И два года постояла и ушла. История повторяется, подытоживает Анатолий. Второй год он живет, как между молотом и наковальней. Из 500 человек в селе осталось всего 7 семей. Все побросали, потекали. А что я поеду? Я тут родился, я тут крестился. Ни магазинов, ни власти. Продукты то украинские военные привезут, то международная гуманитарка приедет. Уголь от волонтеров. Юлия по-хозяйски записывает, кому сколько. Пока армейцы загружают, готовит им горячий кофе. Кофе меликана. Сахар, печенье, сырок шоколадный. Продлагали, еще не хотят. А раз спасибо, мы не голодные. Над ними не летают пули, во дворах не разрываются снаряды. Тишина, в том числе и информационная. Боже сохрани, Господи. Это издевательство над людьми, это и все. И мы до кого мы относимся, Боже я знаю. Свежие новости. Пенсия, продукты, все в попасной. Попасть в нее можно только на автомобиле, в объезд. Такая поездка стоит 350 гривен с человека в обе стороны. На пенсию много не накатаешься. Вот и мечтают местные под Новый год, когда же, наконец, падут границы. Когда границ не будет, вот такая есть у нас сейчас. Как она не будет границей, значит, все будет хорошо. Значит, у нас нет войны. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Руслан Терентьев, Луганская область. Подробности, телеканал Интер. Очередную партию янтаря задержали в Ривненской области почти 22 килограмма. На черном рынке его стоимость превышает полмиллиона гривен. На полицейском посту в городе Корец правоохранители остановили внедорожник Toyota Land Cruiser, который направлялся в Киев. Известно, что за рулем был 45-летний житель Луганска. При проверке документов водитель заметно нервничал. Во время досмотра машины полицейские обнаружили янтарь. Откуда и куда везли камень, устанавливает следствие. Обратить внимание на попытку захвата храма в селе Птичья, просит президента митрополит Ровенский Острожский Варфоломей. Кулачные бои за церкви прошли на прошлой неделе. О том, как сейчас разворачиваются события в доселе Тихом селе, наш следующий сюжет. Сегодня в селе Птичье относительно спокойно, хотя несколько дней здесь бушевали страсти. Представители Киевского патриархата и бойцы правого сектора намеревались захватить храм. Но в пятницу там закрылись прихожане Украинской православной церкви и решили стоять до конца, отстаивая и свое вероисповедание, и решение судов. Два священники там и шесть, по-моему, так? Шесть жіночок. Вже треті сутки вони там відрізали світло. Приїхали ресовці підключити світло. Вони не допустили. От, газ відключили, все. Не дають не передати, не передати нічого. Ми думали, що ми пройдемо і звершимо богослужіння Акафища, молебень, помолимся на території храму. Нас зустріли парафіяни Київського патриархату з такими от дубинами, запалювали пляшки. Ми є законні власники. От, громада вирішила, що ми не будем полишати це так. Ми все ж таки досталися до будівлі храму, ми пройшли в будівлю церкви, і громада, і люди, священники вирішили, що вони не за яких умов не покинуть будівлі храму. Щоб избежать столкновений вокруг церкви, вистроїлся кордон поліції. Задача поліції на даний момент забезпечуємо охорону громадського порядку, щоб не було масових заворушень. Мілиці цього не роблять, не допускають представників Київського патриархату так, як вони між собою конфліктують. Журналистам здесь не раді. Нам угрожали і даже попытались забрать камеру. Чому ви мені погрожуєте? Я журналисті виконую свої оповісти. А ви щойно мені погрожуєте? Погрожуєте брати камеру, мого оператора. Конфлікт в селептичі дліться більше року. Все це время шли судебні спори, кому принадлежить здання церкви – УПЦ чи УПЦ Київського патриархата. Київський апелляційний суд постановив право собственности оставити за веруючими Української православної церкви, як це було багато десятилетия до сьогоднішнього дня. Веруючі Київського патриархата вместе з бойцами правого сектора проти. Ні та, ні та громада протягом тижня не зайдуть до храму, поки не досягнуть спільних домовленостей уже люди між собою. Помогти веруючим договориться пытаются і місці власті. Заміститель губернатора сьогодні собрал представителей духовенства УПЦ і УПЦ Київського патриархата. Засідали минут 30, але договориться не змогли. Ми не можемо себе дозволити, щоб в Рівненській області була найгорячіша точка стосовно міжрелигійних конфліктів. Розгляделися петиції двох патриархатів. І я повторюю ще один раз, що між представниками двох єпархій спільної позиції знайдено небо. Зараз храм по-прежнему в окружении полицейських. Сьогодні утром приїхали спецнази подразделения полиції з інших областей. Одну із прихожанок, яка знаходилась внутри, стало плохо. Ей вызвали скорую і увезли в больницу. Остальні покидати поміщення не намерені. Говорят, бояться, що якщо вийдуть веруючі київського патриархата, в храм їх більше не пустять. Вмешатися в ситуацію і відстояти справедливості представників Української православної церкви попросили президента України. Митрополіт Ривненський Острожський Варфоломей призвал остановити погроми і насилия в селе Птич'я, направленні проти веруючих УПЦ. Оксана Григорьєва, Вячеслав Медведєв, подробності телеканал Інтер, Ривненська область. Слухання по делу нардепа Ігоря Масичука, обвиняємого во взяточничество, знову перенесли. Причина та ж не явилась на засідання. Адвокат утверждает, Масичука неделю назад прооперировали. Його состояние средней тяжести, он нуждается в реабилитации. Вот только чем конкретно болеет обвиняемый, защитники не говорят. Масичук запретил. Не знают його диагнозы прокуроры. В ГПУ уверены, процес затягивают. Была проведена плановая операция. А что именно, как мы уже видели, Масичук Игорь Владимирович просил журналистам об этом не говорить. Но он находится в лежачем положении. И установлены определенные вещи, медицинские оттоки определенных вещей, при которых он не может передвигаться. Нам теперь не дают информации в лекарственном заходе, оскільки є заборона самого Масичука. Это неправильно, оскільки слідчий має, і прокурор має знати, який стан здоров'я у підозрюванного. Вы смотрите подробності і далі в програмі. Контрольно-пропускной кошмар. Що жителі поселка Ченгар не поделили з татарськими активистами? Вице-прем'єр Ізраїля в відставці. Чинівника обвинили в сексуальних домогательствах к 11 подчиненному. Вні игры. За що Блаттера і Платіни отстранили від постів на 8 років. Продолжаємо випуск. Вот уже три місяці, як крымсько-татарські активисты держат Крым в блокаді. Як оказалось, участники осады создали дискомфорт не тільки жителям полуострова, но і материковой України. В селе Ченгар на границі з Крымом люди восстали против участників блокады. Чим не угодили активисты местним жителям, выяснял Кирилл Ющишин. На блокпосту крымських татар в Ченгаре, как обычно, мужчины в камуфляже і балаклавах. Проверяють документы, осматривають багажники машин. Такі проверки привычны для тех, хто їдет в Крым. Но вот у містних жителів терпення на исході. Говорять, стоїть виїхати на заправку или в магазин, уже обыскивають. С дитом провозили її на роботу, 5 минут туда, 5 минут обратно. Куди дитом везете? Доверенность є. Яка доверість? Я що в границі пересекаю, щоб провести внука туда і обратно. Мама на роботу їде. Топлю, де взяли? Заправився на ЗС. Чеки. Говорю, чеки не взяв. Мою машину обгородили колючей проволокою, щоб я не проїхав нікуди. Говорять, іди пішком, це в районі 5 кілометрів на заправку. Говорю, бери чеки, возвращайся, а потім покажеш. Тоді ми тя пропустимо. Возмущені чангарці собрали в неочередну сесію сельсовета. Пригласили поліцію, военних і татар. Висказали все, що накипело за три місяці. Вот на днях хоронили соседа острых. Якщо б могли, вони б залезли в гроб, в машину. Що ж ви робите? Що ви вже совість потеряли? Люди говорят, вступати в дискуссію с бойцами на блокпостах безполезно. Можна нарваться на нецензурную брань или даже кулаки. Открыл конституцію одному із них і почав зачитувати. Це було красна тряпка. Один із них схватив мене за шиворот і сказав, це наша земля, це запретна територія. Вон отсюда. І вийшовно мене. Хамства, незаконні обыски і ограничення свободи передвиження. Вот основні претензії селян к участникам блокады. Лідер татар за действием своїх людей извиняться не стал. Але пообіщав убрать блокпост после Нового года. Уходимо туда к прикордонникам. Стаємося вместе с ними там, внутри. Якщо нам действительно там буде казаться, що везеться груз, ми зможемо досматривати офіціально. Согласно постановлению Кабмина, 16 января крымські татары заступят на дежурство на официальном пропускном пункте пограничников. Будуть следить, щоб в Крим не завозили партии коммерческих товаров. А чангарцы, наконец, вздохнут с облегчением. Кирилл Ющишин, Богдан Иванов, подробності, телеканал Интер, Херсонська область. Ну а тем временем возобновлять поставки електричества в Крим или нет, решит Совет Нацбезопасности после анализа вопроса и с учетом национальных интересов Украины. Об этом сегодня заявил Петр Порошенко, открывая новую 500-километровую высоковольтную линию, протянутую с запада Украины в Киевскую область. По ней Ривненская и Хмельницкая АЭС будут снабжать электроэнергией центральные регионы, где электрики не хватает, в том числе столицу. Строили ЛЭП три года за деньги Европейского инвестбанка и Европейского банка реконструкции и развития. Потратили 300 миллионов евро. Теперь, заверил президент, верных отключений, как в прошлые годы в центральном регионе не будет. Почему это так важно? Первое, потому что это увеличивает энергетическую независимость нашей страны. Второе, увеличивает энергетическую безопасность нашей страны. Третье, делает работу всего энергетического комплекса Украины гораздо более эффективным и рентабельным. Это позволит нам иметь более конкурентостатный тариф за счет увеличения доли атомной энергетики. Уменьшить кардинально нашу независимость от импорта энергетического вугиля. Новая составляющая в тарифе на газ. Обязательную абонентскую плату введут для украинцев с апреля следующего года. За доступ к трубе владельцам только газовой плиты придется платить 17 гривен в месяц. Для тех же, у кого есть еще и газовый котел, абонент плата составит 29 гривен. Министр энергетики Владимир Демчишин уже заявил, это европейская практика, которая не должна повлиять на фактическую плату потребителей за газ. На ножах во Львовской области от многочисленных ножевых ранений в собственной квартире скончался сотрудник Драгобочской прокуратуры. Полиция рассматривает версию самоубийства. Что было в предсмертных записках прокурора и что могло стать причиной гибели чиновника, узнавали наши корреспонденты. Павлу Химчуку было 36. Драгобочской прокуратуре он проработал более 10 лет. В прошлую пятницу жена обнаружила его дома с ножевыми ранениями. Девять живот и два в шаю. Лежал в коридоре и врач тримал ему руку, вот здесь вот зажимал вену. По словам соседей, перед смертью Павел позвонил жене и сообщил, покончил с жизнью самоубийством. Когда-то примечалась домой, муж был еще жив, но врачам скорой спасти его не удалось. Полиция одна версия случившегося – самоубийство. Ведь кроме Павла дома никого не было. Жена ушла в город за подарками к Дню Святого Николая. И, по ее словам, муж сам закрыл дверь на ключ. К тому же погибший оставил две предсмертные записки. Одна написана от руки, вторая в фейсбуке. В них Павел якобы объясняет свой поступок. Мол, он не прошел тестирование в рамках реформы прокуратуры. Заняло непроходное 24 место. В Драгобышской прокуратуре, где работал погибший, в эту причину не верит. Ведь за несколько дней до трагедии его перевели на декретную ставку. То есть увольнять не собирались. Наказ про его призначение 14 грудня. Он его отримал и он расписался. Оксана Дубль проработала с Павлом Химчуком 10 лет. Уверяют, он был одним из самых честных и справедливых прокуроров. Но в последние месяцы сильно нервничал. Он был нервованный, замученный. Но он переживал так. Он просто был такой вразливый до всего. Все воспринимал в себе близко до сердца. А вот у местных общественников другая информация. Якобы Павел Химчук хотел попасть не в Драгобышскую, а во Львовскую областную прокуратуру. Но на декретное место взяли другого прокурора, ниже его по рейтингу. Узнать, правда ли это сейчас не у кого. Жена погибшего от комментариев отказалась. Кристина Гошенко, Юрий Голубенко, подробности, телеканал Интер, Львовская область. Три человека тяжело травмированы, один скончался. В избиении жителей села Рудницкое, Винницкой области подозревают полицейских. Как сообщили в областной прокуратуре, 17 декабря, сотрудники Песчанского райотдела полиции избили селян, один из которых сегодня умер от побоев в больнице. В городе Краснокутск Харьковской области местное население ополчилось против полиции. После резонансного убийства 15-летней девочки люди решили наказали не всех. Перешли к самоуправству, разгромили дома начальника местного райотдела полиции и его зама. Подробнее Лидия Калинина. Камни и коктейли Молотова люди в масках бросают в окна начальника райотдела Краснокутской полиции. Позже достается и дом у его зама. На момент погрома там находились двое детей. Но парней это не остановило. И местные жители встречают их с радостью. Почаще проезжайте. Это видео появилось в сети со ссылкой на гражданский корпус АЗОВ. Мол, это они, организаторы акции. Но те, уверяют, проводили в тот день исключительно мирный митинг. Пришли поддержать местных жителей в их желании бороться с полицейским произволом. То, что произошло потом, ну это, наверное, как бы импровизация, гнев народа. То есть это не было запланировано и гражданский корпус в этом участие не принимал. Парней в масках сейчас якобы ищут. Их обвиняют по трем статьям. Хулиганство, разбой и повреждение имущества работников правоохранительных органов. Но пока никого не задержали. А началось все после громкого убийства, которое произошло в поселке в начале ноября. 15-летнюю Кристину задушили и закопали в лесу. Подозреваемого в убийстве поймали почти сразу. Но родные девочки считают, не все виновные наказаны. Ведь сначала следователь сообщил, задержали нескольких парней. Потом, после того, куда-то все пропали. Двух рассказал. Остался один. Ему статья до 15 светит. Понимаете? А если бы их было больше, уже там статья другая. Шум в поселке подняли почти сразу. Тогда же руководство местного райотдела полиции временно отстранили от работы и начали проверку. То, что среди местных нарастают волнения, в областной полиции знают. Но считают, сделали все, что могли. Население Краснокутска требовало жертв. То есть, ну вот, люди считают, что было убийц больше одного. И вот до тех пор, пока их не будет три, условно говоря, народ не успокоится. Независимо от того, как это на самом деле есть. Ход расследования убийства девочки – только одна из претензий местных жителей к милиции. У кого-то земельные дела нерешенные, у кого-то требовали взятки. Так что, если полицейское руководство после проверки и вернут на должности, возможно, новых скандалов не избежать. Лидия Калинина, Александр Яновский. Подробности, телеканал Интер, Харьковская область. Вернулся из небытия. Павлополь неподалеку от Мариуполя более двух недель назад заняли наши военные. До этого населенный пункт был в так называемой серой зоне. А это означает отсутствие транспорта, продуктов и элементарной безопасности. О том, как изменилась жизнь в Павлополе, в сюжете Александра Пантелеймонова. Павлополь встречает нас дырявым, как решето, указателями пустыми улицами. Нейтральная зона, пророссийские боевики могли ворваться сюда в любой момент. Здесь по-прежнему безлюдно и тревожно, но по крайней мере не стреляют, а за порядком следят украинские военные. Скажите, пожалуйста, поменялось ли что-то, когда зашли наши ребята? Конечно, поменялось. Конечно, даже и слов нет. И помощь. И вообще очень хорошо. Спасибо. Очень хорошо поменялось. Дай Бог здоровья и чтоб был мир. Местный магазин не работал полтора года. Продукты завозили только на личном транспорте. Иногда под свист вражеских снарядов. Открытые двери в лавке для местных в диковинку. Побачив хлеб с повыдлом несут. Давайте. Пожалуйста, борись булочки. На полупустых полках стоят просроченные товары. Не для продажи, для декорации. Чтобы напоминали о мирных, спокойных временах. Сейчас в магазине бесплатно раздают свежий хлеб, воду и военные сухпайки. Украинская армия помогает. В магазине работал год и четыре месяца. Вот так долго мы вообще не открывали эти двери. Незачем было. И люди по селу не ходили. Транспорт до Мариуполя еще не ходит. Обещают пустить до конца месяца, когда всем выдадут специальные пропуска. На окраине поселка уже закрепляются наши военные. Приходится одной рукой копать, другой отстреливаться. Позиции у нас оборудованы, скажем так, уже практически полностью. Подвозятся стройматериалы. Там то, что нужно для оборудования позиций. Где-то буквально неделю назад вот так вот. Передично построили из пулемета и из гран-пулемета. Ну, идет окрепление, ну, практически, ну, у нас все это вообще есть. Почти полтора года изоляции не прошли для села бесследно. Дома разрушены и обветшали. Людей осталось очень мало. Но теперь появилась хотя бы надежда на то, что со временем все изменится к лучшему. Александр Пантелеймонов, Вадим Ревун и Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер. И далее новости из-за рубежа. Российские эксперты не могут считать данные черного ящика со сбитого на турецко-сирийской границе Су-24. Бортовой самописец признали непригодным для расшифровки из-за повреждений на обшивке проникающие отверстия до внутреннего контейнера с микросхемами. Службе безопасности полетов авиации Воздушных сил России предполагает, что информацию удастся снять только с одной из 16 микросхем. В Афганистане погибли шестеро солдат НАТО. Возле американской авиабазы «Баграм» подорвался террорист-смертник. Военные в это время были на патрулировании, еще трое получили ранения. По данным местных СМИ, все погибшие граждане США. Ответственность за взрыв взяли на себя боевики движения «Талибан». В минувшую пятницу американскую авиабазу посетил глава Пентагона Эшкин Картер. Пятеро подозреваемых причастности к ноябрьским терактам Парижа задержаны в Бельгии. Полиция провела два рейда с обысками в Брюсселе на основе анализа записей телефонных разговоров. Сейчас решается вопрос об аресте задержанных и до сих пор на свободе главной подозреваемой в организации серии терактов, в результате которых погибли 130 человек. По последним данным, Салах Абдеслам предположительно скрывается в Европе. Террористы исламского государства под прикрытием. Источник в западных спецслужбах уверяет, под видом беженцев боевики легко попадают в Европу по поддельным паспортам. Но вот в чем обвиняют ИГИЛ британские парламентарии и какое влияние исламские террористы оказали на ежегодное рождественское обращение королевы Елизаветы, расскажет Светлана Чернецкая, наш Сапкор в Лондоне. Рождество едва ли не самый главный праздник в Соединенном Королевстве. И традиционно 25 декабря в три часа дня британцы включают телевизор или радио послушать обращение Ее Величества. Каждый год Елизавета II лично пишет свою речь, в которой всегда все главные события года. К примеру, в 2014-м королева говорила о важности мира и согласия между людьми, упомянула лихорадку Эбола и даже популярный телесериал «Игра престолов». Обращение записывается заранее, рассылается во все страны Содружества, а его текст сохраняет в тайне. Но основной тезис речи всегда просачивается в прессу. Главное событие этого года – мировые теракты, устроенные террористами ИГИЛ. Поэтому говорить Ее Величество будет о вере и важной роли христианства в жизни британцев, а также о притеснении христиан на Среднем Востоке. Пытками католиков в Сирии и Ираке обеспокоены и британские парламентарии. Более 60 депутатов, среди них епископы, ученые и юристы, направили письмо премьеру Кэмерону с призывом признать преступление ИГИЛ геноцидом. Они призывают главу правительства повлиять на ООН, чтобы слово «геноцид» употреблялось на официальном уровне в отношении действий джихадистов. Мол, те убивают религиозных лидеров, насилуют и пытают представителей других религий. То есть целенаправленно уничтожают немусульман. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности – британское бюро телеканала «Интер». Трагедия в американском Лас-Вегасе. Автомобиль въехал в толпу людей, есть погибшие и раненые. ЧП произошло неподалеку от места, где проходил финал конкурса «Мисс Вселенная». Там, кстати, тоже не обошлось без драм, но совсем иного характера. Обо всем подробнее наш корреспондент США Тихон Зятко. Все произошло рядом с отелем «Казино» «Планета Голливуд». Стоявшую на тротуаре толпу, на полной скорости влетел автомобиль. За рулем женщина, с ней в машине трехлетний ребенок. Пока она ехала, два или три раза съезжала с дорожной части на тротуар. На основании улик и данных следователей, на данный момент мы рассматриваем этот инцидент как преднамеренный. Итог этой трагедии – как минимум один погибший, около 40 раненых, из которых шестеро в тяжелом состоянии. Как говорят в полиции, среди пострадавших – граждане разных стран. Что касается виновницы трагедии, то она скрылась с места происшествия, но потом сдалась полиции. Сейчас правоохранители выясняют, находилась ли она в стадии алкогольного или наркотического опьянения. Впрочем, как акт терроризма, происшедшее не расценивают. В отеле «Планета Голливуд», рядом с которым произошла трагедия, в тот момент проходил финал конкурса «Мисс Вселенная». И там свои драмы. Ведущий вечера по ошибке первоначально присудил победу девушке из Колумбии. Ей даже вручили корону и цветы. После этого ему пришлось вернуться на сцену и огласить правильный результат голосования. Колумбия на втором месте. «Мисс Вселенная-2015» – Филиппины. Это моя ошибка. На карточке все было написано верно. Это ужасная ошибка, и я прошу прощения. В итоге победу празднует 26-летняя филиппинка Пия Алонсо Вуртцбах. Впрочем, девушка из Колумбии, которую первоначально объявили победительницей, заявила, что рада и второму месту в конкурсе. Тихон Зитко, Юрий Романюк. Подробности – Американское бюро телеканала «Интер». Далее. Сексуальный скандал в Израиле. Вице-премьер и министр внутренних дел покинул свои посты из-за обвинений в домогательствах. Случились они, правда, довольно давно, но по таким делам срока давности в еврейском государстве нет. Интимные подробности дела рассказывает Сергей Ауслендер. Карьера Сильвана Шалома была, в общем-то, типичной. Армия, университет, потом работал журналистом, после чего подался в политику, и вот тут дела его пошли в горы. Он много раз был министром, в том числе министром иностранных дел, занимал пост заместителя главы оборонного ведомства, а в нынешнем правительстве дослужился до вице-премьера, совмещая это с креслом министра внутренних дел. Вот на этом его взлет и закончился, и закончился, увы, весьма типично для израильских политиков последних лет. Сильвана Шалома обвинили в сексуальных домогательствах на рабочем месте, и он покидает правительство. После долгих лет общественной деятельности Сильван Шалом уходит от нас при неприятных обстоятельствах. Я благодарен ему за совместную работу, за его вклад, и считаю, что он принял правильное решение. Обвиняют его две женщины. Одна, например, рассказала, что во время совместного обеда в ресторане Шалом пытался прикасаться к интимным частям ее тела, и пришлось ей спасаться бегством. Когда это было, не уточняют. Судя по всему, речь идет об истории, которой минимум пять лет. Почему жертва насилия вспомнила об этом только сейчас, когда Сильван Шалом стал вице-премьером, тоже не уточняется. Но, увы, для Израиля это обычное дело. Здесь ни раз и ни два жертвы вот такого сексуального насилия обращались в полицию именно в тот момент, когда карьера насильника была как раз на самом пике. Речь идет о настоящей революции, которую уже десятки, если не сотни лет ведут женщины. И главная цель этой революции – показать, что секс нельзя получить насильно. Да что говорить, если даже президент, вернее, уже бывший президент Маше Кацав сидит в тюрьме по обвинению в изнасиловании. Просто какой-то национальный позор. Более того, примерно полгода назад полицию Израиля сотряс жуткий скандал. Оттуда были уволены шесть генералов по обвинению в сексуальных домогательствах на рабочем месте, а в полиции Израиля всего 12 генералов. Весь этот скандал сопровождался публикацией интимных подробностей, неуставных взаимоотношений руководителей и подчиненных. Правда, надо отметить, что все происходило по обоюдному согласию за продвижение по службе. Эдакая форма взятки. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. И далее коротко. Кто спас датского принца на пляже Австралии? Зачем польские заключенные решили спеть рэп-колядку? И сколько кокаина можно спрятать в бананах? Об этом и не только в нашем обзоре. Звери со страховкой в Токио в преддверии Нового года. Мойщики окон облачились в костюмы символов уходящего и будущего годов. Обезьяны и овцы. И хоть двигаться в наряде работникам сложно, мытье окон впервые начало привлекать внимание прохожих. А для детей стало еще и необычным предновогодним аттракционом. Спасти принца. На пляже Золотого побережья Австралии местный спасатель Ник Малькольм вытащил из водворота 10-летнего мальчика. О том, что Кристиан, наследник датского престола, мужчина узнал через несколько дней. Отец ребенка, кронпринц Фредерик, лично поблагодарил Ника. В Австралии на отдыхе датская королевская семья оказалась, поскольку мать мальчика, принцесса Мэри, уроженка этой страны. Три года тюрьмы за уши для президента в Египте. 22-летнего мужчину упекли за решетку из-за сообщений в Фейсбуке, которые он выложил перед уходом с обязательной военной службы. Среди публикаций, которые суд признал оскорбительными, была фотография президента Египта Абделя Фатаха Ассиси с ушами диснеевского Микки Мауса. Военно-полевой суд решил, что действия солдата идут в разрез с линии правительства. Еще более веские доказательства преступления следователи нашли, когда прочли переписку юноши в соцсети. Кокаин в бананах. В Польше полиция задержала рекордную партию наркотика. Почти 180 килограммов стоимостью 27 миллионов евро. Наркогруз был спрятан в фургоне с бананами. 90% партии оказались чистым кокаином. Отдуваться за все пришлось водителю грузовика. Теперь ему светит как минимум три года лишения свободы. Поздравления из тюрьмы, заключенные в польском Забже, написали для своих родственников рождественскую песню. Слова о том, как сожалеют о содеянном, отбывающие тюремный срок, сочинили сами. Композицию исполнили в стиле рэп. Провести Рождество в кругу семи большинство участников клипа не могли в течение нескольких лет. В этом году передать поздравления с помощью рэп-колядки им помог благотворительный фонд и местные артисты, рэпер, рок-музыкант и джазовая певица. На чужой территории, в Калифорнии, к одному из крупнейших океанариумов мира, прибилась выдра с новорожденным детенышем. В заповедной зоне, которую обслуживает аквариум Монтерей Бэй, животные оказались благодаря приливу и сразу же стали любимцами публики. Правда, ученые говорят, радоваться зрители будут недолго. Как только вода уйдет, маленькие бассейны вдоль берега опустеют и млекопитающим придется вернуться в океан. Восемь лет вне футбола. Комитет по этике FIFA вынес вердикт Йозефу Блаттеру и Мишелю Платини. В чем их подозревают и как это решение повлияет на мировой футбол, расскажет Татьяна Лагунова. Дисквалификация на восемь лет. Комитет по этике FIFA показал красную карточку Йозефу Блаттеру и Мишелю Платини. Высокопоставленным спортивным функционерам запретили заниматься любой деятельностью, связанной с футболом. А вдобавок еще и оштрафовали Блаттера на 50 тысяч франков, Платини на 80 тысяч. Вот этот короткий пресс-релиз, по сути, поставил точку в спортивной карьере Йозефа Блаттера и Мишеля Платини из-за скандала с денежным переводом на сумму 2 миллиона швейцарских франков. Эти деньги руководитель FIFA Блаттер четыре года назад перечислил главе УЕФа Платини, якобы за консультационные услуги. В швейцарской прокуратуре и комитету по этике FIFA такой перевод показался подозрительным, и они начали расследование. В итоге Блаттер и Платини не смогли доказать, что все было чисто, и предъявить контракт, на основании которого производилась оплата. Мол, соглашение между ними было устным, джентльменским. Свою вину спортивные функционеры не признали, и уже заявили, подадут апелляцию, как в спортивный арбитражный, так и в гражданский суд. Платини опубликовал соответствующее заявление в интернете. Блаттер созвал пресс-конференцию. Меня отстранили на 8 лет. На 8 лет. За что? Но я буду бороться и за себя, и за FIFA. За что Блаттер на самом деле переводил деньги Платини, комитет по этике, впрочем, выяснить не смог. Подозревали, что эти миллионы потратили на подкуп голосов во время перевыборов Блаттера на пост президента FIFA в 2011 году. Но никаких доказательств следователей FIFA не нашли. Или не захотели разглашать. Слишком много скандалов в последнее время переживает мировой футбол. Как этот вердикт повлияет на мировые чемпионаты, пока непонятно, но повлияет точно. Теперь наверняка еще тщательнее начнут проверять, насколько честным было решение отдать право проводить мундиали России и Катару. Ну а как иначе, если решение это принимали чиновники с не совсем чистой репутацией? Татьяна Лугунова, Геннадий Никеенко. Подробности Европейское. Бюро телеканала Интер. Наш выпуск подошел к концу. Следите за развитием событий на нашем сайте. Подробности .ua. Хорошего вам вечера и до встречи на Интере.